Доброе утро, мои хорошие! Начинаю новый влог. Время полодиннадцатого. Прикиньте, только что я встала. Насколько поздно я встала сегодня? Это просто ужас. Я всегда ругаю себя, когда такое происходит. Мой умничка все доел. Прям вылизал тарелку. Надо ему еще положить. А вообще его еду я храню вот в таком контейнере. Он был полный, когда мы его привозили из Баку. Но сейчас вам не видно, но здесь осталось всего лишь половина, даже меньше половины. Так что он прям активно кушает. Умывает. На улице очень ветрено. И, с одной стороны, это приятно, конечно, в такую жару ветер. Но я хотела снять мукпанк на улице. И, к сожалению, у меня это просто не получится. Я уже даже вчера выбрала место, но там сейчас никак просто. Все будет лететь. И все, знаете, какой минус огромный просто. Я вчера протерла. Везде пыль. А сейчас, естественно, после такого ветра опять надо все протирать. И в такую жару я пью горячий чай. В общем, я без макияжа. Сейчас будем делать мейкап. Я забыла из города привезти тушь. Еще эти реснички никак не отвалятся. Вот ради них я хочу уехать в город и просто их снять в салоне. В общем, сейчас будем краситься для мукпанка. В этом влоге я не хочу ничего удалять. Оставлю абсолютно все. И посмотрим, понравится ли вам такой формат. Обычно влог я снимаю где-то на час. Иногда даже на полтора. Но на процессе монтажа большую часть материала я просто вырезаю. В этот раз я хочу так не делать, а оставить абсолютно все. Оставить по максимуму. И если вам понравится такой длинный влог, то я в дальнейшем опять буду снимать такие видео. Это у меня от Farmstay Collagen. Огромный просто объем. Хватит вам на полжизни. Я вам еще в инстаграме его показывала и отвечала страницу, где я его брала. Поставила сегодня будильник аж на 7. И не проснулась. Даже нет, на 6 поставила будильник. Встала, спустилась вниз. Смотрю, мама спит. Твиксик тоже спит. И что-то легла спать внизу. Точнее, я просто прилегла и уснула. Если этот влог получится очень длинный, скорее всего, я его выложу уже, когда буду в городе. А еще больше я в шоке от мобильного интернета. Прикиньте, вы платите, получается, 30 монат и получаете всего 50 гигабайт. За 30 монат. То есть ни у одного оператора у нас нет безлимитного интернета. У меня папа живет в России, и он платит 350 рублей и получает безлимитный интернет на целый месяц. Плюс еще куча минут и куча всего. А здесь ты платишь, получается, 30 монат. Если я буду пользоваться интернетом так, как я хочу, 50 гигабайт мне хватит ровно на 3 дня. И получается, каждые 3 дня я должна платить 30 монат. Это безумно дорого и, к сожалению, нет никаких альтернатив. Нету ни одного мобильного оператора, который может предложить безлимитный интернет. Как говорится, к хорошему очень быстро привыкаешь. В городе я привыкла, что у меня высокоскоростной интернет, и все прям летает. Я просто не могу смириться с этим интернетом. Хотя и с этой стороны соседи у них есть Wi-Fi, и с той стороны, и у друга детства. И прикиньте, друг детства вынес свой Wi-Fi на улицу, чтобы мне было ближе. Но все равно скорость не та. И видео у меня загружаются, получается, по 3-4 часа, иногда даже 5 часов. И проблема в том, что в течение этих 5 часов мне нужен компьютер, чтобы монтировать другие материалы. Мне нужен компьютер для работы, потому что я еще параллельно работаю. Но мне настолько не хочется уезжать, мне настолько здесь нравится, что даже я решила провести здесь интернет. Позвонила, уточнила все моменты. Провести интернет мне обойдется 300 монат. И еще плюс, мне надо будет каждый месяц платить за телефон обязательно. Даже если я не пользуюсь интернетом. Я так раскинула мозгами, стоит ли целый год платить, потому что пару месяцев ты будешь здесь. Короче, какой-то замкнутый круг получается. Еще плюс там такие тонкости, что у нас уже на улице стоит какая-то коробка, в которой уже очень много людей. И получается, сейчас уже мне подключиться будет невозможно. Но с одной стороны, круто в этой деревне то, что у всех есть Wi-Fi. Просто они платят в 4 раза меньше, чем я. И, следовательно, интернет, скорость тоже очень слабенькая. Скорость прям, наверное, раз в 10 хуже, чем у меня в городе. Вот я вспоминаю свое детство. Я находилась здесь, в деревне, с бабушкой, 3 месяца абсолютно без интернета. И меня все устраивало. Меня все устраивало. Как же меняется время. Действительно, я сейчас просто не представляю свою жизнь без интернета. Я просто очень активный зритель ютуба. Вот прям очень активный. Я засыпаю под какие-то видео определенного характера. Я уборку делаю под какие-то подкасты. Почему нет? Нанесла тон. Как я вам? Мне кажется, особо сильно ничего не поменялось. Или мне так кажется? Вообще, я заметила здесь одну особенность, которая мне очень нравится. Здесь никто не красится. И мне тоже как-то неохота краситься, если честно. И ты смотришь на людей и видишь, что ни у кого не идеальная кожа. И это как-то тебя радует. То есть, в инстаграме мы видим лица отфотошопленные. И мы думаем, блин, какая я страшная, когда смотришь в зеркало. А здесь, когда ты видишь соседей, местных девчонок, и ты понимаешь, что ни у кого не идеальная кожа. Это нормально, что расширенный пор. Это нормально, что кое-где покраснение. В городе у нас редко можно встретить девушку, которая ходит без дона. Либо у нее супер идеальная какая-то кожа, либо она супер уверенная в себе. Кстати, пирсинки у меня уже почти зажили. Мне очень нравятся. Я уже подбираю там сережки. Выбрала две сережки. Но пока что мне их снимать нельзя. Здесь, кстати, есть и пудра. Пудра тоже шикарная. Но она немножко мне светлая. Хотя на видео ничего не видно. На видео все классно. Мне кажется, я в каждом влоге, в каждом банке в этом платье. Поэтому его обязательно нужно переодеть. Хотя мне это платье безумно нравится. Я его заказывала Шейн в первом моем заказе или во втором. То есть в самом начале. Стирала, наверное, раз уже сто. Но в потрясающем просто качестве. Очень люблю это платье. Для дома самое то. Очень легкое и совершенно не чувствуется. На этого красавца. Он прям слился с ковром. Так сразу и не заметишь. Где здесь мой котик? Где мамина счастье? Мамина сладость? Красавец мой. Мне вчера предложили продать мой 14-й айфончик. Причем за хорошую денежку. Я думаю, стоит ли его продавать. Для меня идеальный исход. Этот телефон я отдаю маме. И мама с удовольствием пользуется им. Потому что он очень хорошо работает. Нет никаких нареканий. Он в отличном просто состоянии. Куча чехлов на него. Но маме не нравится iOS. Она хочет Android. Хочет новый телефон какой-то от Samsung. Поэтому не знаю, что делать. И продавать мне его жалко. И оставлять, если честно, нет особо никакого смысла. В моих планах сегодня было снять уборку абсолютно каждой комнаты. Потому что сегодня я убиралась во всем доме. Должно было получиться очень длинное, насыщенное видео. Но, к сожалению, с самого утра был сильный ветер. В связи с этим у нас не было света. Мне еще повезло, что вчера ночью я поставила на зарядку камеру. Несмотря на то, что аккумулятор был полностью заряжен, зарядки хватает всего на 3 часа. И хоть вам со стороны кажется, что все эти дела я сделала за 15 минут, на самом деле, к сожалению, это не так. У меня сегодня по плану, по расписанию была уборка. И в комментариях я увидела, что девчонки писали о том, что было бы круто посмотреть на уборку именно в старом доме. Так как я все равно это буду делать, я подумала, почему бы не поставить камеру и это все не запечатлеть. Единственная неизменная часть моей комнаты, это, естественно, стол и беспорядок на нем. Уже несколько дней подряд очень сильный ветер. И я вот стараюсь бороться с его последствиями. Рядом с окнами большие деревья, а я так обожаю открывать окна. Да и выхода другого нету, очень душно. Но вместе с прохладным ветерочком в дом залетает очень много пыли. И она просто везде. После такого ветра, вообще по-хорошему, каждый день нужно делать генеральную уборку. Я решила постирать эти занавески, которые висят над дверьми. Сняла и вот теперь думаю, стоит ли их обратно вешать. Я не могу определиться, занавесками лучше или без. Ремонт, естественно, в этом доме делать мы не планируем. Этот дом чисто под снос и вместо него нужно строить новый. Ну а пока он стоит, можно немножко поиграться над ремонтом. Например, у меня появилась идея вместо стены, где ковер, что-то нарисовать. Но так как я не очень хорошо рисую вообще красками, здесь, конечно, на помощь придет Альбина. Она, конечно, в этом спец и может нарисовать абсолютно все. Но надо ли оно мне? Как мама говорит, давай без самодеятельности. Но в любом случае, какой бы дом ни был, чистота в нем это лишь украшение. И приятно находиться в доме, когда там чисто. Поэтому я сегодня убралась абсолютно во всем доме. Я не знаю, откуда у меня столько энергии. Только очень жаль, что не смогла заснять вам абсолютно все. Я зимой и летом всегда сплю только в этой комнате. Хотя очень странно, потому что летом это самая жаркая комната и зимой самая холодная. Плюс еще она самая пыльная, грязная и самая старая. Но несмотря на все эти аспекты, она для меня является самой любимой. Когда я убираюсь или работаю, самое главное не отвлекаться. Внизу к нам пришли в гости соседей. И я специально не стала спускаться, чтобы не оставлять уборку на половине. Вот когда я оставляю на половине, потом мне совершенно становится неохота. Мне позвонила моя подружка. Ей тоже, кстати, не ответила. Только после того, как я закончила уборку во всем доме. Тогда я ей перезвонила и мы ровно 2 часа болтали с ней по фейстайму. Потом у меня села зарядка на телефоне. И я почему-то думала, что вот-вот свет дадут. Но свет дали очень поздно. Чисто деревенским методом, дедовским способом мою полы. Кстати, в этой комнате я помыла полы аж 3 раза. Но потом мне уже было неохота заморачиваться во всех остальных комнатах. Я просто один раз прошлась и все. Вообще, если бы дома было бы меньше ковров, я думаю, что у меня было бы больше мотивации мыть полы. Но когда я вижу повсюду ковры, я думаю, блин, их надо выносить. Потом опять заносить. И что-то становится неохота. В общем, я сторонник того, что дома чем меньше ковров, тем лучше. А вообще, кстати, в этом доме я родилась и прожила до 3 лет. Правда, я это абсолютно не помню, но со слов мамы это так. И долгое время, кстати, я была здесь прописана. Но потом, когда я покупала машину... А, нет. Когда я получала права, это один геморрой. Нужно было переплачивать. Потом нужно было приезжать, сдавать анализы здесь. И потом уже, когда я покупала машину, это был второй геморрой. И я решила уже все. Не буду заморачиваться. И пошла, прописалась уже на своей квартире. Нужно было вообще это сделать сразу, потому что, когда я получала права, честно, я просто замоталась ехать сюда-обратно. И когда мы уже поехали оформлять машину, это уже была последняя капля. Я поняла, что все, в этот же день я прописалась. И пошла, купила машину уже в городе Баку. И уже машина у меня с бакинскими номерами. И еще плюс, в квартире хозяин должен быть прописан, если я не ошибаюсь, около 3 лет. Потом при продаже не нужно платить процент. А это вообще тема для отдельного видео. Кто понял, тот понял, в чем суть. Я сегодня, девочки, прям как золушка. Столько всего успела, но, к сожалению, все запечатлеть не получилось. Я убралась абсолютно везде и хотела это все заснять вам. Но, к сожалению, до сих пор не было света. Я не могла это все оставить, что вот я засниму завтра и завтра же это сделаю. Я уже решила все свои дела сделать уже вне камеры. Целый день сегодня не было света. На камере зарядка все-таки в конце села. Хотя я старалась экономно ее расходовать. Но, к сожалению, не получилось. На этом уже сегодня буду закруглять влог. Я планировала, что этот влог будет очень длинный, насыщенный, большой. Но, как говорится, мы предполагаем, а бог располагает. Поэтому, к сожалению, не получилось. А вы не забывайте ставить лайки, писать в комментариях, понравился ли вам подобный формат. Если понравился, то я вам буду частенько снимать подобные видео. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!